Доброе утро, дорогие друзья! Плавно медленно и красиво переместились на кухню, потому что есть повод, знаете ли, приготовить себе вкусно-боздряющий завтрак, и есть человек, который изъявил желание это сделать. Все потому, что он оставил заявку на нашей почте утрособакамоегород.тв И, пожалуйста, мы пригласили его в студию. Доброе утро, Сергей Балдин! Здравствуйте! Расскажите, что же вы нам сегодня будете готовить? Много всего вкусного и интересного принесли, я уже не могу, хочу попробовать. Вначале давай спросим, как настроение? Настроение замечательное. То есть настроение способствует тому, что приготовить вкусный завтрак? Конечно. Вот я, я сразу проеду, а Влад давай спросим, как настроение. Потому что если есть настроение, ты сама об этом говорила, да, Вич, вчера. Значит, есть хороший завтрак, понимаете? Это точно. Ну так давай все-таки обсудим, что же вы будете нам сегодня готовить. Сегодня мы приготовим такие романтические, романтический завтрак для девушки с утра, да, чтобы угостить девушку. Потому что у нас недавно было 8 марта. Вот. Будем готовить. Ну расскажите, Сергей, а вы готовили этот завтрак сами-то для девушки, для своей? Ну, конечно, не один раз готовил. Скажу вам честно, зрители, может не удалиться, потому что завтрак будет для девушки. То есть в данный момент, в данное время я не ем. Все. Сергей, ну давайте уже, рассказывайте, что же это будет. Да, так, это будут сосиски в виде сердечек с запеченными в них яйцами. Ну, с зажаренными. Вот. Так, ну, наверное, надо сначала... Давайте я вам помогу, может быть? Ну, давайте, давайте вы будете оформлять блюда. Давайте. Немножко нарежем, так, помидорки, огурца и положенные. Вещи творятся такие интересные. Хорошо. Ну, Сергей, мы сегодня говорим о вредной еде, о фастфуде. Вы пока режьте, а я вам буду говорить и рассказывать о том, о чем мы сегодня говорим. Мы все-таки говорим о том, что быстрая еда, бутерброды, это очень вредно. Вот как вы считаете, на ваш взгляд, это вредно? Вы часто позволяете себе кушать бутерброды? Ну, на самом деле, я позволяю это делать себе часто, так как являюсь студентом. Студенческая жизнь, я знаю, определяющее. Бутерброд спасет студента. А быстрота в нашем деле самое главное. А вот ваш завтрак, он будет быстрый? Ну, я надеюсь, что да. Ну, я больше чем уверена. А почему блюдо подходит для завтрака? Ну, скорее, оно подходит для романтического завтрака. Ну, для завтрака оно тоже подходит, потому что тут есть яйца. Да-да, я помню, вы сказали, я еще раз просто пытаюсь влезть в ситуацию, что, может быть, я тоже хочу покушать. Влад, ты просто запоминай, ты жене приготовишь. Хорошо, хорошо. А вот как часто смотрите утро в твоем городе? Ну, довольно часто. Просто во время этой телепрограммы в основном нужно выходить из дома и уже ехать. А, вот как оно. Ну, и во время того, как моя девушка одевается, я иногда смотрю. А как приняли решение написать, сказать о том, что, подумали, вернее, о том, что, ну, я же тоже могу приготовить завтра, в конце концов? Как вот это решение было у вас? Чем обосновано? Ну, на самом деле, мне подсказала девушка, чтобы я пошел и приготовил такие вот. Самое главное, нужно запоминать. Я вот всегда смотрю, как жарят вот эти сердечки. И даже не знала, что их делает вот так. А вот чем... А как вот здесь соединять? Где именно? Вот здесь, то есть все очень просто. Все очень просто, там зубочистка. Да, именно. Светлана. Я правда не знала, как их делать. Ну, Влад. А вот интересный еще момент, смотрите. А я поняла, почему вы их принесли несколько. Потому что очень часто они ломаются. Поэтому я принес несколько. Сейчас я надеюсь, у меня с второй попытки получится сделать вторую. Я уверена, что у вас получится. Поломалась сосиска. Поломалась сосиска. Можно ее пожарить. Можно ее съесть, да, потом. Да, можно... Влад, мы тебе сырую дадим, потому что завтрак все-таки для девушки романтичный. А ты у нас поешь, извини, уже сырую. В данной ситуации я почему-то сейчас... Ощущаю в себе некая собачка, которая сидит... Хозяйка, покорми меня! Ну, дай хоть что-нибудь утренечко. Влад, у тебя шутки-то такие с утра оригинальные. Сергей, ну расскажите все-таки, вот мы о фастфуде. У нас много интересного всего. Любите картошку фри? Ну, да, конечно, я люблю ее, но ем не так часто. А ваша девушка кушает бутерброды, вот эти сэндвичи? Ну, бутерброды, в принципе, да, но... Приготовленные дома? Да. Мы не часто едим фастфуд. Вот, в основном едим здоровую пищу. Ну, либо... Ну, немножечко совсем фастфуда. В наших столовых, в университете, чтобы успеть на бары. А ели когда-нибудь в Макдональдс? Нет. Эх, вам не повезло. Хотя, наверное, повезло, я даже не знаю. Вот некоторые мои знакомые очень любят фастфуд. Я, правда, много раз его ела. Всегда, когда приезжаю, особенно в Москву, у меня как культ поход, один раз в Макдональдс, причем каждый раз я выходя говорю, я больше никогда не буду есть эту еду, но обязательно один раз хожу. Что же вас туда тащит? Да не знаю. Что же вас туда манит просто? Я не знаю, чем это объяснить, но вот как-то так. Видимо, табличка, лейбл Макдональдс, я хочу туда. Ну, видимо, да. А можно мне сковородку? Конечно, можно. Кстати, говорят, что зарядка помогает бороться с лишним весом. Давайте сделаем вместе. Ну, а мы пока будем искать сковородку. Ну, вот немного занялись физкультурой. Кстати, Сергей, а где еще одна? У нас сосиска была четыре. Не знаю. Влад! Влад, его ни на секунду нельзя оставить. У нас четыре было для нашего режиссера. Я ничего не видел. Не знаю, как так получилось. Получилось. Вот, Сергей, у нас всегда вот так. Оставь мужчину одного. Я просто понял, что она лишняя на этом празднике жизни. Вот так всегда. Поэтому, уважаемый режиссер, извините. Сегодня без завтрака. Ну, так продолжаем наш готовить завтрак. Давайте, что же у нас дальше? Сейчас мы берем, обжариваем их на масло. Да, обжариваем на масло совсем немножко. То есть буквально с одной стороны и с другой стороны. Будем надеяться, что нет. Будем надеяться, что нет. Вы меня очень хорошо поняли, я заметила. А, кстати, вот, Сергей, расскажите, пожалуйста, вы часто дома готовите? Ну, на самом деле, не так часто, как хотелось бы, потому что мы живем с бабушкой, и поэтому бабушка чаще готовит. Ох, как я люблю приезжать к бабушке. Вот у бабушки точно не фастфуды. У бабушки всегда так все вкусно. Да, а я хотел бы напомнить вам о том, что... Напомнить вам, уважаемые. Ну-ка. Те, кто готовит, и те, кто меня презирают в данный момент, что я как будто не попробую завтрак, что подарок от компании «Бизант» можно получить, конечно же, сегодня. Но я думаю, что последнюю точку решающую должен поставить я, Влад Петров. Вот так сейчас мужчина заявил о своей значимости на кухне. Да. Тебе не стыдно, Влад? Мне, ну, есть немножко, есть немножко садоба, садоба есть. Влад, ты лучше научись готовить завтрак. Сергей, расскажите, вы часто вообще, вот, помимо того, что, ладно, готовит бабушка, а где научились готовить? Бабушка, наверное, все-таки научила? На самом деле нет. Сегодня, так как я являюсь активным пользователем интернета, этот рецепт я нашел именно там. Вот. Чем я сейчас и занимаюсь в интернете? Копаюсь, дабы узнать рецепт новенький, Светлана. Дабы удивить вас. Ой, я думаю, мне скоро очень сильно повезет. А вам повезет узнать этот рецепт от Влада. Какая вы все-таки молодец. Молодец, да? Ну, а я напоминаю, что мы сегодня говорим о вредной еде, о фастфуде. И вот чем же она плоха? Вот вы знаете, она плоха не только некачественным содержимым, но еще и тем, что она вредит животным. Вот ты знаешь, в 2006 году Макдональдс изменил форму стаканчика для мороженого, Макфури, все потому, что туда заползали ежи. Остатки мороженого они слизывали со стенок стаканчика, тем самым их засасывало в этот стаканчик, и они там погибали. У меня вопрос такой, что же ежи делали у мусорок? Вот так вот, в США они бегают. Видимо, было напасть. Ежи нападали на город и залазили в стаканчики, дабы попить этот вкусный напиток. Да, Светлана? Ну да. Спасибо. Кстати, вот пока мы говорим о мороженом, тут все вообще уже происходит. Да, на свой самый интересный. Я делаю вид, что меня это не интересует. Я заметила. Ну, Сергей, расскажите, что у нас? Теперь мы должны немножко слить белка, потому что если мы его не сольем... У нас все растечется. Да не в этом даже дело, просто уровень белка будет высокий, то есть он заполнит вот это все место. А, и пока будет жариться? Да, и будет очень долго жариться. Я попытался сделать его небольшим. А может быть, уменьшить температуру? Да, да, сейчас уменьшить. Давайте я сделаю поменьше чуть-чуть, чтобы у нас та сторона с вами не подгорела, да? Это говорит специалист, специалист, который умеет, любит готовить. А может быть, уменьшит температуру? Молодец, Светлана. Я стараюсь. Сергей, вот расскажите, как вы считаете, все-таки завтрак должен быть сытным или легким? Ну, я считаю, что он должен быть легким и здоровым. Почему легким? Вот смотрите, Сергей, обычно говорят, что завтрак, он должен тебя насыщать на большую часть рабочего дня, то есть на большую половину дня, когда мы бодрствуем. А обед должен быть более легким, чем завтрак, потому что с утра можно кушать все, и никаких отложений у вас в организме не будет. Светлана, я вам скажу проще. Хотите легкий завтрак, не ешьте вообще. Что я сегодня сделала? Мне кажется, легкий завтрак лучше в том смысле, что мы не будем ощущать тяжесть после плотного завтрака. И будем лучше себя ощущать и лучше работать. Это самое главное, мне кажется. Это залог успеха, а у нас реклама. А вот мне, знаете, интересно, получит ли Сергей сегодня вот этот хороший набор посуды от компании Бизант и этот вкусный торт от сети универсамов Бегемот? А я уверена, что получит. Конечно. Я тоже в этом уверена. Потому что у нас уже тут практически все на готове, я так понимаю, что... Почему вы не даете поставить сегодня точку? Так сказать, вердикт не завершить свой, а? Да пожалуйста, Лат. Мы с Сергеем всегда за, правда, Сергей? Конечно. Все. То есть вот этого тебе не хватило? Да. Прости, Лат, мы больше так делать не будем. Ну, а мы напоминаем, что сегодня мы говорим о вредной еде. А вот у нас, кстати, на кухне готовится как раз полезная еда. Я надеюсь, что на вашей кухне тоже полезный завтрак. И всем, кто завтракает, мы желаем приятного аппетита. Если вы хотите попасть так же на нашу кухню, как попал Сергей, вы можете оставлять свои заявки на нашей почте утрособакамоегород.тв, оставлять там заявки на участие, оставлять там рецепты завтраков, и обязательно приходите к нам. Мы вместе с Владом и с нашими коллегами-соведущими выберем самые лучшие рецепты завтрака, чтобы вы попали в нашу программу. И, конечно же, привим решение, подарит ли вам подарок набор посуды или вкусный торт. Влад, мне кажется, ты жадничаешь. Я не жадничаю. Ты жадничаешь? Я не жадничаю. Просто, может быть, я еще не покушал, поэтому я злой. Ну да, обычно и так говорят. Ну да ладно. А вот скажите, Сергей, есть ли у вас традиции собираться с семьей за столом и справлять праздники, либо просто вечером за ужином и так далее? Да, конечно, я все свои праздники, мы собираемся с семьей, у моей мамы дома, и празднуем, отмечаем какие-то события. Это традиция у вас, да, такая? Да. А вы готовите вместе, либо все ждут этого долгожданного момента, когда мама придет домой, зайдет на кухню и будет кашеварить, кашеварить? Или как? Ну, мы каждый готовим что-то свое. То есть, допустим, я с бабушкой готовлю какие-то, ну, другие блюда, мама готовит другие, мы приносим все и празднуем. А ваше любимое блюдо, Сергей? Мое любимое блюдо? Ну, наверное, не сказать, что это блюдо, это блины, мне они больше всего нравятся, то есть я их часто готовлю. А блины просто с маслом? Наверное, масленица была вашим временем, учитывая, что на масленице можно кушать блины каждый день. Вы блины просто кушаете или с чем-то? С какими-то наполнителями? Я блины кушаю по-разному, на самом деле. Я могу их просто покушать, могу и сделать наполнители для них, какие-то, допустим, люблю блины с бананами и... Шоколадом. Ну да, шоколадом, выкущенкой и другими слабостями. А вот я просто кушаю блины руками. Это тоже замечательно. Даже Сергей смог оценить твои способности поедания блинов. Да, я умею это делать. А я вот люблю готовить блины фаршированные, например, с творогом, мне очень нравится. Или, например, с мясом, у меня очень многие мои родственники любят, когда я так делаю. У вас бабушка готовит такие? Да, часто бывает готовит. А девушка часто готовит? Ну, из-за того, что у нас бабушка в основном дома, поэтому нам на кухне места хватает не всегда. А вот мы плавно заметили ситуацию по поводу девушки, да? Ввиду к чему? К тому, что вы вот на свидание девушку поведете в ресторан быстрого питания, фастфуд? Нет. Мне больше нравятся кофейни, ну, либо обычные рестораны. А вот заглянем немножко в будущее. Будете ли разрешать своим детям ходить в такие небольшие заведения, где быстрое питание просто везде и везде и всюду? Ну, если это делать нечасто, то, наверное, буду. Нет, ну, вот, наверное, Сергей по своему опыту правильно судит? Если вы нечасто ходите, и это не вредит здоровью, то, наверное, и детям тоже можно. Да. Нет, ну вот просто меня всегда удивляет. Всегда же вредит здоровью эта еда. Тем более, учитывая, сколько нового придумывают на сегодняшний день, то даже якобы здоровым всегда кроется что-то плохое. Ух ты! Ну да, об этом мы расскажем сразу после новостей. Доброе утро, уважаемые разлюбезные! Мы рады, что вы присоединяетесь к нам. Утро в твоем городе в хорошем настроении уже приходит в каждый дом, в каждую квартиру стучится и говорит, «Здравствуйте, я утро, доброе!» И действительно доброе утро. Я думаю, что для каждого – да. У нас на самом деле доброе утро, потому что у нас в гостях Сергей Балдин, любитель готовить, телезритель, который не смог сдержаться, выслал нам свой рецепт вкусного завтрака. Вот сейчас мы можем его наблюдать. Я думаю, что это достойно восхищения, достойно уважения. Сергей, спасибо вам огромное, что вы нам приготовили такой вкусный, красивый. Вкусный еще подождите, чем мы не попробовали. Ну, во всяком случае, красивый и точно завтрак. И я думаю, что сейчас, попробовав, мы сможем его оценить по достоинству, а потом уже Влад решит. Потому что Влад сегодня оставил себе эту возможность. Подарим ли мы в подарок вкусный торт и красивый набор посуды? Я так понимаю, потихонечку, помаленечку, плавно, верно и красиво мы начинаем поглощать этот завтрак. Все верно. Давайте. Пожалуйста. Мне тоже немножечко, можно? Сергей, как вы думаете, можно? Да, я думаю, можно. Все готово для того, чтобы я... Сергей, я позволяю вам заняться этим делом, чтобы угостить и себя, и нас этим вкуснейшим завтраком. Я думаю, что сейчас все, кто смотрит нашу программу, нам завидуют, потому что здесь очень вкусно пахнет, очень вкусно все выглядит, а самое главное, явно очень интересно на вкус. Да. Я бы сказал такой вот лозунг. Долой фастфуд, да здравствует вкусный, полезный завтрак. Влад, вот тебе даже первому дали завтрак. Может быть, потому что я председатель комиссии. Сергей, я думаю, что сейчас, пока мы будем смотреть рекламу, мы все распробуем, и потом обязательно вернемся к нам в студию. Ну, а когда завтрак съеден, можно плавно перейти к тому, чтобы подвести итоги данного события. Вот мы с Сергеем еще только приступили к нашему завтраку, а Влад больше всех просящий этот завтрак, съел его практически за две минуты, ну, потому что он очень вкусный. Скажу вам честно, открою тайну, чертовски вкусные вещи. Сергей, ну мы не могли удержаться, чтобы не поблагодарить вас за то, что вы для нас приготовили. И вот от сети магазинов Бегемот мы дарим вот такой вот вам вкусный торт. Я думаю, что он порадует вас, вашу девушку и вашу бабушку, которые наверняка смотрят сегодняшнюю программу. Это вам? Да, и даже не буду удерживать Светлану и себя. Подарю вам от компании Бизан вот этот набор посуды. Позвольте, я тоже буду держать, помогать. Да, ну а во-вторых, вернее, в-третьих, хочешь, чтобы поаплодировали нашему уважаемому Сергею, потому что отчаянно проснулся утром, пришел к нам, приготовил завтрак, порадовал Светлану и меня, в конце концов. Завтрак был действительно вкусным. Влад оценил по достоинству, мы можем это видеть по его довольному лицу. И я скажу вам честно, лучше такой завтрак, чем есть бутерброд. Да, кстати говоря, мы напоминаем, что мы сегодня говорим о фастфудах, и вот мы настоятельно рекомендуем кушать вот такой вот вкусный завтрак, разбавляя его овощами, листовым салатом, потому что это в первую очередь полезно. Но, Сергей, вы тоже должны попробовать свой завтрак. Я думаю, что вы-то уж как никто другой знаете о его вкусе и пользе. Да. Сергей, расскажите, где вы учитесь? Сейчас Сергей прожует. Вы тоже умеете задавать вопросы тогда, когда необходимо. Молодец, Светлана. Я старалась. Это я, чтобы перехватить инициативу и самой попробовать. Я так и понял. Да. Я учусь в КимГю на четвертом курсе на математическом факультете. А каким образом решили учиться на матпаке? Ну, я учусь на программиста, и мне всегда нравились все, что связано с компьютерами. В школе я занимался не совсем программируемым, я просто увлекался фотографией, фотошопом. А для профессии решил выбрать именно связанные с компьютерами. А кем хотите стать в дальнейшем? Программистом. Все просто. Хороший был вопрос такой. К математическому учиться? Нет, но есть разные моменты. Артистам. А почему нет? Ну, конечно. Светлана, а что же вы, когда учитесь на юриста, не пошли в цирковые артисты? Скажите, пожалуйста. Я тебе в этом секрету расскажу. Хорошо. А девушка ваша где учится? Она учится со мной же, на моей же специальности. А вы на каком курсе учитесь? На четвертом. Но вам нравится учиться? Да. Ну, когда вся математика уже почти прошла, остались только компьютерные предметы, то, да, нравится. А вот у вас такие кулинарные способности, может быть, как-то их развивать? Ну, я как хобби их развиваю. К примеру, открыть какой-то небольшой ресторанчик для влюбленных. Фастфуда. Ноу-фастфуда, я бы сказал. Ноу-фастфуд. Да. Утренний завтрак для влюбленных. Доставка на дом. Это хорошая идея, к тому же у нас сейчас идет информационный бизнес, можно открыть интернет-ресторан. Вот так вот. Всегда есть новые возможности. Сергей, спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Спасибо вам за завтрак. Я думаю, что наши подарки вас порадуют. Ну, а вы, дорогие друзья, можете так же, как и Сергей, попасть к нам в студию, на кухню, приготовить нам, рассказать телезрителям рецепт, отправить его на почту утрособакамыйгород.tv, и мы с удовольствием будем вас ждать. Продолжение следует...